приветствую друзья хотел бы такую тему сегодня затронуть наверное она многих игроков встречается это когда ты уже вроде бы как пришел к выводу то что ставки это зло они портят тебе жизнь они забирают у тебя время отмают у тебя знакомых друзей они заставляют тебя делать необдуманные поступки и в общем разрушает тебя как личность и если у тебя есть семья то еще и вносит разлад твою семью и вот ты все это осознал ты это все понимаешь и ты уже признался сам себе что ты зависим но тем не менее ты не можешь бросить игру оставить игру выйти из этого запнутого порочного круга вот на эту тему я сегодня хотел бы немножко поговорить что нужно делать и как все таки разорвать этот порочный круг наверное все игроки которые доходят до определенного уровня осознания того что ставки не являются чем-то соответственно положительным и только является ядом отравляющую жизнь они начинают искать информацию начинают пытаться понять почему они в игре и почему не могут из нее выйти и вот получается что такие люди они еще начинают страде вдвойне то есть я к таким же относился то есть умом разума я понимаю что это херня полная то что я сам себя ну даже можно сказать убивая потому что это нервные клетки которые не восстанавливаются это постоянные какие-то траблы с деньгами то есть это постоянный поиск денег это соответственно деградация личности но продолжая продолжал продолжал я играть тогда да то есть и получается что такая знаете двойное чувство вины тот человек кто не заморачивается он проиграл деньги такой ну для него это как бы знаешь либо это развлечение либо он думает то что он отыграет и он еще даже не задумывается о том что он хочет выйти из игры а когда ты уже все это осознал то получается проиграл деньги ты начинаешься вдвойне винить за проигрыш и за то что ты все это понимаешь но все равно это продолжаешь делать это как день сурка день сурка ты постоянно попадаешь в одни и те же ситуации что делал я я все-таки пытался узнавать и получать больше информации на тему зависимости я пытался разобрать как это работает с биохимические точки зрения про дофаминовые рецепторы очень много читал информации и я решил то что я буду больше углубляться получать знания углубляться в эту тему получать знания и с при помощи этих знаний буду вытаскивать сам себя потихоньку как вот из болота если попал в болото если ты заходишь резко из него выйти то она тебя еще больше затащит надо постепенно то есть увеличивать полупая площадь поверхности то есть и потихоньку не торопясь вытаскивать себя так и тут то есть увеличивать количество знаний и если не можешь сразу из игры выйти то уменьшать время в игре и стараться уменьшать соответственно сумму 1000 рублей а 500 там не 500 а 100 я понимаю то что это звучит немножко странно потому что и все игроки в принципе не отвечает за свой кошелек если у них есть большое количество денег то они все эти деньги скорее всего и оставят в конторе но я уже говорю про этот этап когда ты уже осознал и ты уже знаешь что что ты рано или поздно все равно выйдешь из игры ты уже тогда чуть-чуть опираясь на знания уже можешь немножко контролировать и так скажем свой банк и свои свое время в игре в общем опираясь на эти знания потихоньку начинаешь себя вытаскивать из этого болота и трясина далее что надо делать нужно нужно вот дает контора тебе такую возможность ограничить количество в игре и количество вносимых сумок суммы вносимую сумму в месяц дело это делай там тысячу рублей в месяц и ставь себе запреты ставь себе так скажем как и нет называют контроль игры вот и и по возможности вообще то есть блокируй счета свои просто сейчас конторы как насколько я знаю не да не дают полностью тебе удалить свой аккаунт там такая тема хитрая не хитро выебаны они как делают они делают типа там не играть там образом этом три года и тогда твой аккаунт сам удалится вот но можно их затрахать можно писать письма можно сделать таким образом да можно например если у вас есть там друг хорош знакомый взять изменить телефон в профиле на его взять от балды сделать вот пароль сменить пароль и сменить мл в аккаунте чтобы у вас если возникло желание потому что пароль то можно восстановить там придет ход тебе смс к и ты восстановишь пароль но сменив номер на телефон друга искать ему типа ни при каких условиях никогда не говори мне пароль если вдруг не захочется восстановить свой аккаунт то есть вы придумаете равновесный пароль меняете его все и вас получается вас получается так что вы не сможете войти просто свой аккаунт таким образом сблокировать себе доступ тоже как вариант самоограничения но все это конечно не выход это лишь отсрочка то есть понятное дело что зависимый он нас равно найдет лазейки и вот я к чему это все говорю то что вот это вот время выхода из игры нужно не просто сидеть там да и вот ждать нужно как можно больше впитывать знаний читать информацию заходить на форумы искать вот такие вот видео как вот подобные мои видео искать себе так скажем единомышленников и стараться не просто сидеть и бездействовать а наоборот заполнить себя информации понимать найти причину почему именно вы пришли в игру что именно вас толкает на азарт вот и естественно естественно вот эту пустоту которая образуется после того как вы решите завязать со ставками ее надо чем-то заполнять а иначе опять в эту пустоту ворвутся азарт алкоголь и другие зависимости то есть нельзя оставлять святое место пусто не бывает нужно либо соответственно это время посвятить например начать там читать на тип это хобби начать заниматься физкультурой больше общаться с друзьями и лишь по прошествии времени какого-то времени определенного поймите с каждым месяцем вот вы месяц не игры у вас на 10 например процентов уменьшится тяга к игре ну а через год уже на 50 процентов уменьшится тяга к игре то есть пройдя два года вы уже просто потом подумав какой огромный срок вы вне игры вам просто вот этот вот он груз такой образуется вам такой огромный противовес и ваше желание которое допустим когда-то вновь возникнуть зайти в БК и поиграть вот этот противовес он просто перевесит это желание и вы откажетесь от игры всем мир